Слава Господу! Одна женщина, она прочитала свидетельство на этой неделе, которое мы выложили о том, что у женщины изменился плод в утробе, и она родила здорового ребенка. И женщина написала, она сказала, говорит, это не вчера произошло, но, говорит, я увидела и вспомнила, говорит, как помазанные ткани, они сработали. Она просила прислать помазанные ткани и применяла при своей беременности. И врачи ей ставили ужасные диагнозы для ее плода, для ее ребеночка. Но она родила, она каждый день применяла помазанную воду, помазанные ткани, и родила здорового, прекрасного ребенка. И передает большой привет церкви, большую благодарность за то, что молитесь, служите. Господь, мы благодарим Тебя за это чудо, за то, что здоровый ребенок родился. Спасибо Тебе, Господь! Аллилуйя! Слава Господу! Одна сестричка из Западной Украины, ей 46 лет, она написала о том, что она не могла читать Библию, она не могла читать мелкий шрифт Библии, и ей приходилось постоянно носить очки. И на одном из служений, когда шла молитвенная линия, когда шла молитва, она принимала вместе с сестричкой, и сразу после молитвы она смогла читать самый мелкий шрифт. Самый мелкий. Она говорит, я работаю с документацией, я работаю в разных домах, я оформляю документы. И говорит, я без очков в ней обходилась, и сейчас она обходится полностью. Слава Тебя, Господь! Спасибо Тебе, драгоценные! Слава Тебе! Один мужчина написал, он сказал, что он был 14 лет после аварии, у него одна нога была короче другой. Была повреждена кость, и пришлось поврежденный участок вырезать и соединить кости. То есть одна нога была короче, но он носил обувь с большой-большой платформой для того, чтобы выровнять ноги. И во время молитвы у него начало что-то происходить с ногой, ему пришлось снять эту платформу, в которой он сидел, и нога выросла до нужного размера. Она, он сказал, я если не ошибаюсь, 11,5 сантиметров выросла, то есть 11,5 сантиметров отсутствовало. Аллилуйя, наш Господь! Славим Тебя! Спасибо Тебе за эти чудеса! Интересное еще свидетельство, один брат месяцев 7 назад, это бизнесмен, американец, он живет в Турции, он неверующий был до того момента, когда он обратился к нам. Его отцу сделали операцию, и врачи допустили врачебную ошибку, и очень серьезную ошибку, после чего последовало еще несколько операций. И последняя операция должна была длиться, врачи сказали, 6 часов. Он стал искать выход, он понимал, врачи не помогут, и он, будучи неверующим, зашел на наш сайт, не зная русского языка, только английский, он нашел наше свидетельство и начал писать на английском, чтобы мы помолились. И церковь молилась, молитвенная линия молилась, его отцу сделали операцию за 40 минут, вместо 6 часов за 40 минут. И на следующий день он был уже не в реанимации, был в обычной палате, и сейчас восстановленный, он на этой неделе звонил уже по скайпу, он прекрасно себя чувствует. И врачи сказали, что изменения, которые в его теле произошли за 7 месяцев, они только внешние шрамы, говорят о том, что была операция. То есть внутри, проверяя его, как будто не было операции, нет внутренних шрамов. Поэтому слава Господу. У этого человека есть еще одно свидетельство. Когда начался карантин, вот весной, первый месяц, он возвращался с работы, он бизнесмен, он возвращался с работы на своей машине, дорога была свободной, он приехал домой. И через час после этой поездки к нему приехали полицейские и доказывали о том, что он сбил человека на дороге. Доказать обратное, они пробовали 4 месяца, доказать обратное, это было невозможно, нереально. Было заявление, которое никто опровергнуть не мог, но и доказать никто не мог. То есть ни на машине, ни на чем не было следов. И ему вменили выплатить материальной компенсацией 25 тысяч долларов. И он снова звонил в наш молитвенный центр, он просил, ребята, помолитесь. Я говорю, я не знаю что, но делал такое ощущение, что захотел забрать мои финансы. Молились и ободряли, что Бог с ним. Все равно прошел суд, прошло время, и ему вменили. В этот четверг он выплатил при представителях закона, он выплатил 25 тысяч долларов, подписали нужные документы. И он такой звонит, он говорит, ну как, вы же говорили Бог со мной. Вот почему я выплатил? Я просто кому-то подарил 25 тысяч долларов. Я его ободрила, сказала, брат, не переживай, за Богом последнее слово. Он всегда говорит последнее слово. Сама положила трубку и такая, Господь, ну нужен ответ. Я просто стала усиленно молиться, Господь, пусть он, будучи неверующим, он увидит реальное чудо, реально твою руку. И мы стали молиться с молитвенниками несколько дней. Он звонил, я, если не ошибаюсь, или четверг, не, в пятницу он звонил. Через несколько дней он позвонил в полдвенадцатого ночи. И он все время по-английски говорил, слава Господу, Бог с вами. Он сказал, что вернулась эта семья с представителями закона и отдала все 25 тысяч долларов обратно. И подписали документы, что никаких претензий не имеет. Он немножко был в шоке, он говорит, что произошло. То есть у него вопрос, почему вы это сделали? Они сказали, нас поднял Бог и сказал нам вернуть эти финансы все до копейки, что мы не имеем права прикасаться к этим финансам. Потом, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты хранишь, и Ты являешь большие чудеса в жизнях людей. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Еще есть свидетельства. Одна женщина ехала на велосипеде, это из другой страны, из европейской. Она очень сильно упала, была аварийная ситуация с машиной, ей пришлось вывернуть, и она упала. У нее было вывернуто колено, но не порваны ткани. И у нее была очень огромная гематома и шишка на ноге. И все, что она помнила, она в WhatsApp получала рассылку о том, что у нас проходят прямые эфиры. И она написала, помолитесь, и прислала фотографию. Там, конечно, вывернутая нога. Стали молиться. В течение двух часов, пока приехала скорая, пока ее довезли до больницы, колено стало на место. Полностью шишка, отечность ушла, небольшой синячок остался. Господь, мы благодарим Тебя за те чудеса, которые Ты являешь. И мы просим, Господь, продолжай. Пусть те, которые нас смотрят, те, которые нас, не нас, а которые ожидают от Тебя, Господь, они принимают сейчас свои чудеса больше и больше. Спасибо Тебе, Господь.